Друзья мои, здравствуйте! Сегодня мы с вами поработаем с галифе или попьями ушками, так называемыми. Если вы вот так вот штанишки себе сделаете, то поймете, где эти галифе, собственно, расположены. Вот здесь, под большим вертелом бедренной кости, вот примерно такая вот хорошая такая жировая подушка с отеком, с целлюлитом, которая не корректируется диетами, которая не корректируется зарядками, которых великое множество. Просто проработать свою внешнюю поверхность бедра, проработать свою внутреннюю поверхность бедра. Да не работает это, локальное жиросжигание не работает. Да причем и полностью, да, полное жиросжигание здесь сушка тоже не будет работать, потому что здесь немножко другая проблема, другого характера. А что именно? Да здесь у нас большая ягодичная мышца, недостаточно функционально, компенсаторно. Это передает напряжение в широкую фасцию бедра, так называемую, или воздушно-большеберцовый тракт, да, который вот расположен от воздушной кости, как понятно из названия, и идет вплоть до голени. Это напряжение передает также в мышцу, которая называется напрягателем широкой фасции бедра. Но почему это происходит? Да, причем даже часто у девушек, которые ходят в зал, вот можно заметить, что девушка вроде бы вся такая подтянутая, а по пьюшке эти есть. Вы, наверное, зададите мне такой вопрос, а вот Даша, наверное, ты обманываешь? Да нет, очень часто эти девушки точно так же недостаточно хорошо отрабатывают большую ягодичную, и скорее всего у них мало функционально стопа, возможно, есть легкая плоскостопие, а возможно, нелегкая, недостаточно мобилен тазобедренный сустав, и все это создает вот такой вот кивок таза, да, который, если вы сейчас попробуете изобразить, вот посмотрите, идем-идем-идем, таз кивнул, и у нас здесь пошло напряжение в переднюю поверхность бедра, а вот ягодичка не дорабатывает. И вроде бы ягодица растет, но быстрее растет передняя поверхность бедра. А уж вот здесь, тем более, еще больше усиливается это напряжение. Что делать? Нам потребуется ролл, нам потребуется вода. Всякий раз после выполнения данных приемов обязательно выпивайте 300 мл теплой воды. Ролл, не отчаивайтесь, если у вас его нет. Может вполне себе такой нормальной заменой в первое время быть на первых этапах плотно свернутое полотенце, которое вы свяжете резиночками или поясом от халата, самое главное, чтобы не разваливалось. Но впоследствии я все равно предлагаю вам вложиться, потому что в любом случае данное упражнение позволит вам сэкономить на массажистах, на обертываниях, да и нервы позволят сэкономить тоже, когда вы будете смотреть на себя в зеркало. Так вот, данный ролл я рекомендую к покупке, и он должен быть гладким, неребристым. Это важно. Итак, три приема, вы их ждали? Подождите. Я хочу все-таки заметить, что три данных приема сами по себе тоже прекрасны, но они будут работать вместе с упражнениями для большой ягодичной мышцы, на ее активацию, вместе с упражнениями для стопы, на то, чтобы формировать функциональную стопу именно, и с упражнениями на мобильность из бедренного сустава. Если вас все это сейчас пугает, и вы не знаете, за что хвататься, и хватаетесь в первую очередь за голову, тогда, пожалуйста, пройдите. Вот здесь под видео я оставлю ссылку на свою программу «Конструктор красоты ПРО», потрясающую программу, которая позволяет включить все ваше тело от пятки до макушки головы, да, даже от кончиков пальцев ног до макушки головы. Итак, начнем, друзья мои. Нам потребуется с вами сейчас сесть на ролл, но я сначала покажу, куда, как мы садимся, да. Найдите крестец, и это у нас такое вот треугольное образование до копчика, да, то есть треугольный крестец. И вот здесь вот мы будем отрабатывать крепление большой ягодичной. Я сейчас прям показываю, как будет двигаться ролл. То есть вы от косточки идете немного вбок. На сам копчик не садитесь, от копчика тоже идете немного вбок. Это не первый прием, это вообще предварительная работа для того, чтобы нам включить, снять основное напряжение, да, то есть вот смотрите, мы немножко наклонились в сторону, присели на ролл, и роллом начинаем прокатывать пространство вот здесь от косточки, немного, да, наклоняя таз на себя, потом выпрямляясь, и снова. Не торопитесь, здесь, как известно, возможно, вам известно, возможно, нет, наибольшее напряжение мышц, оно копится в их местах креплений. И вот здесь как раз вместо крепления большой ягодичной мышцы, им копится, возможно, много напряжения, а возможно, не копится. Поэтому мы немножечко сейчас отработаем до тепла, мягкого-мягкого тепла. Мы сначала работаем с одной стороны, потом будем работать с другой стороны. Хорошо. Потом, если у вас не получится сделать вот так, и вот так, как я сейчас покажу, не отчаивайтесь. Поначалу можете просто ногу, да, положить, и начать прокатывать вдоль мышечных волокон, по ходу мышечных волокон, большую ягодичную мышцу. Но все же гораздо эффективнее будет, если вы ножку положите, но смотрите на свои коленные суставы, пожалуйста, главное, чтобы они были здоровы. Ручки просунете, пальцы рук между пальцами ноги, и начнете вот таким вот образом, медленно, не торопясь, выкатывать вашу большую ягодичную мышцу. Что нам это позволит? Мы таким образом даем сигнал в мозг, что вообще у нас большая ягодичная такта на секундочку есть. И нужна она не только для того, чтобы на ней сидеть, дорогой мой друг, а так как у нас проприорецепторы, это такие рецепторы, которые в мышцах находятся и передают сигналы мозгу, они в первую очередь реагируют на растяжение мышцы, то вот здесь, собственно, мы роллом отутюживаем нашу мышцу, растягиваем ее грамотно. Не рвем и прорисовываем в мозгу правильную картину нашего тела. Для того, чтобы когда мы начнем работать с ягодицами, а я надеюсь, что вы все-таки начнете работать с ягодицами, очень, ой, простите, очень важная часть нашего тела, у вас мозг поймет, с чем нужно работать, да, не будет кивать тазом. Вот, хорошо, прокатываем-прокатываем, не торопимся, задерживаемся на участках напряжения, если они есть, и если эти участки напряжения есть, то вы их должны продышать. Ну и помимо прочего, ролл здесь нам помогает снять как раз, да, триггеры. Как показывает практика, триггеров здесь, в большой ягодичной, так-то не очень много. Но вот все-таки наиболее важный момент отработки здесь, это работа с проприорецепцией. А, я, в принципе, уже назвала, что такое рассказала, супер, супер. С большой ягодичной можете работать столько, сколько хотите, потому что предела здесь нет, в принципе, уставать особо нечему, кроме как в топорной руке. Далее мы пойдем и с вами отработаем, вот, область кармашка, да, то есть проекцию напрягателя широкой фасции бедра. Ложимся, не падаем вот таким вот образом на руку. Это второй прием, номер два. Вырастаем, и лечь нам нужно, да, вот четко, как будто бы по стеночке лежим, лечь нам нужно роллом на пространство между большим вертелом бедренной кости и подвздошной костью. Не пугайтесь, я понимаю, что вы все не анатомы, сейчас объясню. Это такое место, куда вот вы прям идеально ляжете. Вы начнете немного ролл катить вниз, почувствуете здесь ограничение, это большое вертел бедренной кости. Начнете ролл катить немного наверх и тоже почувствуете ограничение, выступающая тазовая косточка, подвздошная ось тазовой кости. Да, и вот, собственно, вот на этом пространстве, приподняв пятку и немного отправляя себе вверх-вниз, вы катаетесь. Самое главное, не заваливайтесь назад, да, вот четко боком вы лежите и прокатываете. Рука, которая у вас на ролле лежит, она тоже может помогать, она может ролл подкатывать вверх-вниз, вверх-вниз. И здесь может устать шея, особенно если вы вот так привыкли падать, все-таки, да, будете расслабляться, поэтому слишком большого времени, да, внимания здесь прям не нужно, но все-таки уделите. И в какой-то момент вы почувствуете, то есть если вы быстро вот прокатаете и встанете, ничего не почувствуете. В какой-то момент вы почувствуете, что ткани будто бы стали мягче, будто бы вы даже как-то глубже проникли, точнее ролл как будто бы глубже проник в ваши мягкие ткани, и вот это вот нам очень нужно. И в этот момент вы переставляете ногу и начинаете накатываться вперед и немного назад. Вперед и немного назад. Мелкое очень движение. Вперед мышечных волокон, да, и происходит, собственно, расслабление, которое нам необходимо. Потом немножко вперед накатились, и еще вверх-вниз, совсем чуть-чуть утюжком под выкатали мышцу. И когда вы не торопитесь, это приятно. Помимо прочего, хочу предупредить, что МФР это не про боль. И не нужно стремиться к какой-то безумной боли, пожалуйста. Если вы чувствуете, что боль выше 5 баллов из 10, то это уже излишне. Находите для себя положение, которое исключает такую сильную и острую боль. Хорошо. И третий прием, который вам просто необходим. Вам эту ногу, которую вы отработали, нужно вот так немножко ей стрясти с нее напряжение. Под коленной ямкой побить о пол. И теперь пальцами мы захватываем проекцию вот этого нашего подвздошно-большеберцового тракта. Вот здесь, где у нас область галифе. И нам нужно захватить не кожицу с подкожно-жировой клетчаткой. Ну и что, вы тут отработали. Что я чокаю? Я с Урала, потому что. Вот. Которую, да, вы отработали. А вот таким вот образом прямо хорошенечко взять ткани и вот от кости, сколько здесь их есть, их отодвинуть, как будто бы вы хотите их оторвать. Создать компрессию и легкое вытяжение, как будто бы вы действительно хотите с себя эти ткани сейчас снять. И вот в этом положении, постойте, и оно начнет приходить. Оно это расслабление, которое нам необходимо. Еще раз. Здесь много спаечного процесса. Здесь ткани залипают. И поэтому отработка вот этой области прямо руками, она очень важна и нужна. И вот ей вы уже можете уделить прям до пяти минут времени. Но важный момент. Если вы чувствуете, что у вас безумно устали руки, доплюньте, доделайте завтра, послезавтра. Главное, регулярно работать с этой областью, ну, конечно, если у вас есть проблемы галифе. И прямо работаете, вот сколько работает. Сильно-то низко не надо, но сколько работаете, столько работаете. Еще протрясти хорошо. Встали, взяли, оттянули, протрясли. Встали, взяли, оттянули, протрясли. Все, а потом прогладили, прохлопали, порадовались жизнью и пошли на вторую сторону. Потрясающе! Каждый день, да, будете сейчас выполнять эти упражнения. Можете выполнять их перед сном. А я уже села около крестца, попчика, да, и начинаю делать такие вот выкатывающие движения по другой креплению, другой большой ягодичной. Так вот, вечером, перед сном, наслаждайтесь ощущениями в своем теле. Это будет приносить вам расслабление. И самое главное, будет приносить хороший эстетический эффект со временем. Немного я в сторону, да, то есть я не сижу вот так вот на роли, не катаюсь, нет, в сторону немножечко. Если устает рука очень сильно, то вы ее вначале перед приемами разминаете, да, кружки поделали, кружочки вот такие вот в лучезапясном суставе. Я уже делаю первый прием. Пальчики просунула, пальцы руки между пальцами ноги. Если получается, ну не получается, это вообще звоночек, даже звонище о том, что вам нужно работать со стопой. Что вы ждете? У меня готовые, прекрасные, потрясающие комплексы еженедельно выполняют мои девочки в конструкторе красоты ПРО. Поэтому приглашаю вас в эту программу, но я уже начала выкатывать большую ягодичную. В эту программу нельзя попасть, не пройдя либо два месяца конструктора красоты базового, базовой версии, либо осанки от макушки до пят, моей другой программы. Поэтому вся информация, абсолютно вся, будет внизу под видео, вы изучите ее обязательно. И предварительно вам нужно будет подготовить свое тело, да. Но уже потом вы сможете наслаждаться, собственно, и во время прохождения базового конструктора красоты, и осанки вы тоже будете наслаждаться. Короче, все подробности под видео, друзья мои. Не упустите возможность изучить их. Я прокатала большую ягодичную, можно дольше. Не воспрещается, но вы же уже поняли, да, как выглядит этот прием. Зачем я буду вам его показывать дольше? Отнимать ваше драгоценное время. Далее. Проекция напрягателя широкой фасции бедра. Прокатываем вверх-вниз. Вот, допустим, я даже, да, прокатываясь регулярно-постоянно. В конструкторе красоты у нас миофициальный релиз, в конструкторе красоты про именно миофициальный релиз раз в неделю. Мы прокатываем разные части тела, но, тем не менее, вот, допустим, вот слева чувствую, что напрягатель широкой фасции бедра у меня напряжен. Делаю выводы просто, да? Хорошо. Ножка спереди. Начинаем накатываться вперед-назад. Прокатывать немного спереди, чуть-чуть. Хорошо. Вытянуты, тянетесь макушечкой наверх, и тогда не будет уставать ни шея, ни рука. Хорошо. Не торопимся. Хорошо, отлично. И теперь расслабили ногу. И начинаем. Захватили такую хорошую-хорошую филейную часть. Не филейную, да? То есть бедренную часть. Почему филейную? Кости-то же здесь мы не захватываем кость. Так вот. Захватываем здесь филеечку. Протрясываем. Ох, расслабление идет моментальное. Это тоже одна из моих проблемных зон, да? Целлюлитику у меня здесь есть. Даже при моем астеничном типе телосложения. Поэтому я тоже очень часто уделяю внимание данной области. Особенно перед проработкой, перед работой с ягодицами, да? Отлично, хорошо. Ох, как приятно. Супер. Напишите в комментариях, пожалуйста, во-первых, насколько для вас актуальна проблема наличия галифе, попиных ушек. И, во-вторых, насколько вам понравился данный комплекс, что вы во время него почувствовали. Ну, а если у вас возникли какие-то вопросы, тогда непременно задавайте их тоже. Я всегда лично и с удовольствием отвечаю на ваши комментарии. Ну, и напоминаю, что мне важны ваши лайки, ваши подписки, потому что именно так данное видео увидит гораздо большее количество людей. И гораздо большее количество людей сэкономит деньги на массажистах, сэкономит нервы, да? На том, что во время похудения и во время каких-то интенсивных зарядок данные проблемные области остаются проблемными. Давайте сломаем, пожалуйста, эту цепочку из проблем и дадим возможность людям, женщинам в первую очередь, радоваться от ощущения и внешнего вида собственного тела. Все, с вами была ваша Даша. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok